Добрый вечер, дорогие друзья! Мы снова с вами вместе. Я приветствую всех, кто нашел сегодня время и возможность поучаствовать в этом вебинаре. Надеюсь, что вы не пожалеете. Будет сказано, как всегда, самое существенное. Вот, и я бы начал свое сообщительное, как меня слышно, во-первых, иначе я тут вообще начну рассказывать. Поставьте плюсики там или что-нибудь. Слышно меня вообще, нет? Пожалуйста, дайте обратную связь. Брежит. Как сейчас? Там, где дребезжало, Владимир, на тройку. Так, что же нам сделать? Что же нам сделать? Сейчас я посмотрю. Этот звук мне не нравится. Почему-то на вебинаре он идет не очень хорошо. Так, попробую его еще. А, лучше уже, да? Все, все отлично. Иначе я тут начал суетиться. Запись идет. И таким образом, если будут у вас вопросы, по ходу, не стесняйтесь. Сразу их пишите. Я буду стараться сегодня, хотя у меня нет помощника сегодня. Алексей уехал в Москву и не может участвовать. Вот, я постараюсь читать по ходу и давать вам ответы. Тема очень, как бы, актуальна. Телемост, который у нас был в выходные, вернее, ну да, 18-го числа, он немножко, как бы, затянулся, в хорошем смысле этого слова. Виктор Бабурин практически все рассказал про то, как была встречена австралийская делегация, что было там сделано. Это очень важно. Это очень важно, что мы об этом узнали. Из первых, можно сказать, ну, от человека, который непосредственно обучаствовал и прикладывает немалые усилия для того, чтобы этот процесс шел бы дальше. Потому что он является контактным лицом с австралийской командой. Вот, и поэтому это очень хорошо и очень важно. Но были высказаны, как бы, в спешке были высказаны некоторые, как бы, предположения. Вот, я, благодаря этому, мы потом, в конце концов, не стали уже больше перегружать людей, и поэтому не было все до конца высказано, что было спланировано. Поэтому я, значит, как бы хочу пройтись по этим моментам, потому что можно просто сказать, что дивиденды будут, они будут маленькие. Или их не будет, или они когда-то будут, или будет через какой-то период. Но для того, чтобы нам понимать, что такое дивиденды, и когда они могут быть, и от чего они зависят, вот я сегодня и хотел бы об этом немножко поговорить с вами. По счетам, то есть цифрам, чтобы мы понимали, не столько именно для себя, сколько для того, чтобы потом общаться с людьми, с которыми мы работаем, в конечном итоге. И что тут, скажем, мы постоянно должны помнить то, что наша основная задача – это работать над стратегией инвестиций. И наша личная стратегия нашего личного инвестирования, она очень, ну, скажем так, 100% зависит от того, как идут вообще инвестиции в проект Skyway. И поэтому это такой, как бы, хороший круг взаимозависимости, взаимных лояльностей, взаимных поддержки, взаимных коопераций, о чем мы неоднократно говорили. Теперь, поскольку здесь собирается в этом вебинаре народ, который в том или ином ключе видит свое участие в этом проекте, не только как инвестор, а и возможный, допустим, ну, скажем, человек, который становится лидером. Вот, с одной стороны, это одна возможность бизнеса, вторая возможность бизнеса – это участие в адресных проектов. Оба этих вида бизнеса, они требуют компетенции, о которых мы говорили. Поэтому я позволю себе напомнить вам, что рекомендую всем приобрести вот эту книгу. Понятно, да? Видно? Хорошо книга. Вот, это Юницкого небесной дороги. Что-то из этого или не что-то, а сейчас как раз, кто пришел пораньше сегодня, видели видеозапись, где Анатолий Эдуардович рассказывает, как раз вот, идет, повествует о том, как он к этому делу относится. Это целый ряд интересных деталей, кстати, рассказывает, да? Если внимательно прочитать книгу, внимательно его слушать, то, в принципе, вы получаете значительный заряд информации, который необходим нам в будущем. Теперь давайте пойдем дальше. Значит, что ждать вообще и когда от проекта? Давайте пройдемся еще раз по тому, как наш процесс сейчас выстраивается от инвестора. Видите, от инвестора, да? Сейчас я возьму здесь указку. Вот, от инвестора до акционера. Начинаем с единицы, идем. Инвестиция 100 долларов. Через КВейкапитал инвестиция идет в GTI и доходит сама денежная сумма, доходит в Экотехнопарк для финансирования различных проектов. Мы после немножко остановимся там, посмотрим, сколько нам надо собрать инвестиций в этом году. Ну, теперь, дальше. Что значит это для инвестора? Инвестора. Не покупатель, дорогие друзья, инвестор. Инвестор инвестировал, деньги пошли в свой путь. Но, инвестировав, инвестор получает залог в виде акций Евразия, Рейнс КВейн Системс Холдинга. Это акционерное общество, да. Причем при поручительстве Юницкий Корпорейшн, которая дает тоже гарантию. Это как бы второй такой основной, или это два основных элемента. И дальше это и получается акции в виде залога. Но акции в виде залога при дисконте 100 на 100 долларов. Дисконт 100, залог 10 тысяч акций. То есть, получив этот залог, человек еще не акционер. Но он принимает этот залог и становится при желании, становится акционером при определенном своем движении. То есть, инвестировал 100 долларов, доходит вот таким образом акции, доходит дело до акции. Но теперь надо стать еще акционером. И для этого надо сделать клик и, в принципе, стать акционером. С одной стороны, инвестор получает в залог акции и может стать их владельцем. Мы еще сейчас к этому вернемся. А с другой стороны, имеется проект, и это не какое-то абстрактное что-то, да. Проект и бизнес-план Экотехнопарка. Разрешение на строительство. Паспорт объекта. Землеотвод. Пакет договоров на подрядные работы. Различные подрядные работы. И масса различных инвестиций, которые необходимы для того, чтобы Экотехнопарк развивался. Зачем нам нужен Экотехнопарк, дорогие друзья? Это не просто какая-то такая. Ну вот, вот захотели, построили Экотехнопарк. Экотехнопарк – это площадка презентации технологий Skyway. Но она становится площадкой презентации технологий Skyway после того, когда начинается сертификация. То есть, начинается деятельность. Начинают юнибусы, юнибайки. Начинают там бороздить просторы этого Экотехнопарка. И Скоростной даже выходит за его пределы на 15 километров. Уезжает еще дальше, чтобы осуществить свои сертификационные всякие процедуры. Поэтому процесс идет. Дальше, смотрите, более простой. Инвестиция 100 долларов ушла. Дальше, акции гарантия залог в виде акции Евразия, Нарелл Skyway Systems Holdings. 10 тысяч акций – это при дисконте 1 к 100. 1 к 100. Разница – 9900 долларов. Дельта, да? Но я решаю забрать этот залог. Понимаете, здесь есть один очень такой четкий нюанс. Это будет буквально в ближайшее время. Мы почему говорим «все ближайше и ближайше»? Потому что программисты сейчас подготавливают весь пакет документов, чтобы он соответствовал международным нормам, был правильно представлен в кабинете и на нашем сайте. И поэтому решаю забрать залог тут же. Это мое решение. Я могу, скажем, это как, я уже один раз говорил, наверное, что это как, допустим, я пришел кому-то и дал ему 100 долларов на инвестиции. Он там что-то хочет сделать. А он мне дал взамен, или типа гарантии, дал очень хороший, дорогой какой-то там, я не знаю, пилу, например, или топор, или, ну, проще сказать, пилу электрическую, или пилу, бензопилу. И с таким условием, что я могу дожидаться возврата этих 100 долларов, а могу себе оставить эту бензопилу, которая стоит там 300 долларов, например. Я могу это принять решение сейчас сразу. Он говорит, принимаешь это решение? Ну, конечно, принимаю. Хоп, подписываемся и все. Я ушел с пилой, он ушел со своими 100 долларами инвестировать там в свои развития. И я в данном случае, в нашем случае, я становлюсь акционером. Как только этот залог принимаю, не дожидаясь там 3-5 лет, и возврата этих 100 долларов и каких-то там еще, допустим, процентов, остановлюсь сразу акционером. Но здесь есть очень важный нюанс. Разница 9900, то есть фактически моя инвестиция была 100 долларов, но теперь моя инвестиция становится 100, то есть 10 тысяч долларов. Я становлюсь владельцем от первой до 10-тысячной акции. И это залог. Через залог я становлюсь владельцем не той суммы, которую я инвестировал, а владельцем той суммы, которую я получил в залог. И это очень важный момент, дорогие друзья, при дальнейших делах, при налоговых и прочих делах. В этом мы сейчас не будем вдаваться. Пойдем дальше. Теперь, где мы находимся сейчас? Мы находимся с вами на седьмом этапе. Это июль-июль месяц. Может быть, чуть дальше будет. И тут есть целый ряд нюансов. Что нас подгоняет? Нас подгоняют несколько вещей. С одной стороны, те инвесторы, которые хотят проинвестировать, вы скажете, они есть? Есть. Идут с ними переговоры. И эти переговоры могут в каждый момент завершиться. Потому что, например, инвестиции от 100 тысяч долларов и выше, как правило, занимают от двух до пяти месяцев так называемых подготовительных различных процедур. Серьезных процедур. А если это в миллионах, то это вообще элементарная международная среднестатистическая продолжительность ведения этих переговоров, подготовки различных юридических документов. Теперь смотрите. Седьмой этап. Июль. Здесь дисконт от 150 до 400. В зависимости от сумм. Залоговых акций на 7 миллиардов долларов. Опять как бы выдаются на том, чтобы инвестиции по бизнес-плану, под бизнес-план было бы 15 миллионов долларов. То есть седьмой этап. Наши как бы объем 15 миллионов долларов. Заметили? Июнь. Июль. Причем это объем, который по бизнес-плану необходимо вложить в различные процедуры. Сейчас мы это увидим. Какие? Смотрите. Еще я вернусь обратно. Смотрите. Вот здесь есть наверху весь процесс от 2014 до 2017 года. Состоит он из 15 этапов развития. И он как раз и есть, что в 2017 году должна пойти полностью сертификация. Не закончится, а полностью пойти сертификация. И это значит, что появляются предпосылки и условия для того, чтобы выйти на IPO. Поэтому, значит, надо очень четко себе представлять. До этого времени удастся нам запустить внутреннюю электронную биржу акций, купли-продажи уже. Но к этому времени будут все предпосылки для того, чтобы выйти через IPO, выйти на международную биржу. Когда мы будем принимать решение, когда самый выгодный момент выхода. То, о чем и Бабурин говорит, что не надо рваться на эту международную биржу. И я это говорю не потому, чтобы туда не идти, а потому, чтобы туда идти разумно. В этом мы заинтересованы все, в первую очередь. Теперь дальше. Смотрите, значит, что до конца 2016 года, что нам надо иметь? Нам надо всего затрат по бизнес-плану 105 миллионов. Предположим, что мы 55 собрали, а мы не собрали еще 55 в первом полугодии. Вот теперь у нас на седьмом этапе надо 15 миллионов. Теперь смотрите, а куда эти деньги идут? Или куда, что будет с этих денег? Это подвижной состав 22 миллиона долларов. Оборудование 19 миллионов долларов. Различное оборудование надо выпускать. Вот. В том числе и мотор-колесок, кстати. Здание и сооружение на 14,5 миллионов долларов. Производственные различные. Те же самые анкерные опоры. Во всех случаях, на всех, как бы, на всех трассах экотехнопарка. Транспортные эстакады. Все, которые там нужно выстроить. Проектно-конструкторские работы на 7 миллионов долларов. И благоустройство территории 4 миллиона, маркетинг 4 миллиона. То есть работ достаточно хватает. Большая часть, или, скажем так, достаточно большая часть из этих долларов уйдет на то, чтобы осуществить, чтобы осуществить нам подготовку к берлинскому, берлинской инотранс. Вот. И поэтому это очень важно. Теперь дальше. Смотрите, значит, что у нас на седьмом этапе. Восьмой этап у нас, смотрите. Инвестиции 20 миллионов, 15, 20, 9, 10 этапы, 25, по 25, 50, 70, 85. То есть нам надо где-то 85 миллионов. До конца года мы должны выйти на 9, 10 этап по сумме, как бы, инвестированных средств. Вот вам и основа, дорогие друзья, инвестиций. Теперь все зависит очень сильно от нас. Поэтому сейчас ведутся очень большие или очень основательные работы по подготовке различных, как бы, рынков инвестиций. Очень сильно, как бы, влиять должен процесс подготовки к инотрансу и выступления там. Вы видите, что, кто следит, что на Петербургской, значит, экономической конференции международной выступили, выступил гиперлуп. Вот, и чуть ли не все уже спрашивают, о, так это же у нас гиперлуп уже, там, Путин его хвалит, и все у нас уже в России будет гиперлуп и так далее. Или у вас, вернее, у вас в России, значит, мы в Эстонии. Вот. Я говорю, дорогие друзья, значит, гиперлуп делает себя просто рекламой. От этой рекламы до строительства еще очень длинная дорога. У них нету ни сертификационного участка. То, что они показывали, какой-то такой всплеск. Это они просто вагонетку репетировали, ее разгон, но затормозили в воде и так далее. Я ее вам показывал. То есть это идут игрушки, и они набирают просто баллы. А России очень выгодно сказать, что, смотрите, мы с гиперлупом дружим, типа того. А, скажем, не настолько глупа Россия, тем более ее президент, чтобы брать пустышку в оборот и начинать ее использовать. А почему не сказать, что, окей, гиперлуп – это сильная вещь. Хотя Анатолий Гвардович очень четко и основательно рассказывает, почему в вакуумной трубе на магнитной подушке опасно вообще передвигаться. Вот. Таким образом, дорогие друзья, у нас с вами переходим к дивидендам. Вот давайте немножко… Так, все хорошо, сейчас лучше. Так, давайте порассуждаем о дивидендах. Евразия Миревская Вейс Системс. Я сейчас вернусь обратно. Я вам сейчас посмотрю на одном материале. Еще вам покажу. Напомню. Значит, какие у нас акции. Всего акционерный капитал больше 400 миллиардов. Акционерный капитал GTI. Global Transport Investment. И если вы внимательно следили за тем, то партнером в Австралии является Global Transport Investment компания. Теперь акции. На какие акции делятся эти 400? Больше 400 миллиардов. Делится 70% А акций. Это простые акции. Они принадлежат Юницкой корпорейше. Анатолию Дарвичу Юницку. И Б акции – это привилегированные акции. Их 30%. Это 120, чуть больше 120 миллиардов. Из которых 60, большая часть из них, вернее половина почти, принадлежит Юницкому. И из этой половины выдается еще другим фондам, которые участвуют, в том числе СВИГУ в какой-то процент. И в основном это 15% самый активный, это 15% это акционерный капитал, это привилегированные акции. 15% от всех вот этих, это 60 миллиардов, это является акционерным капиталом или, да, акционерным капиталом Евразии. За счет этого и под эти акции она выпустила простые акции, владельцами которых через инвестиции мы становимся. И строим экотехнопарк. Через этот процесс мы становимся как бы акционерами Евразии, Рейлс Кавей Системс Холдинга, акционерного общества. И приобретаем вот из этих чуть больше 60 миллиардов акций. Теперь возникает вопрос. Значит, дальше смотрим, что. Давайте пройдемся по дивидендам. Смотрите, значит, сколько, предположим, вот смотрите, на 60 миллиардов акций, акции, одна акция, 1 доллар, чтобы получить 1 цент, то есть 1 сотую на 1 доллар, дивидендов на 1 акцию, 1 цент, да. Если у меня 100 тысяч, то это значит, получив 1 цент, я получу 1 тысячу долларов. Если у меня миллион акций, то если 1 цент, это я получу 10 тысяч долларов дивидендов за год. Теперь, понятно, да, уровень? Чтобы получить 1 цент дивидендов на 1 акцию, надо получить 60 миллионов долларов. Это, предположить, да, 60 миллиардов, 60 миллионов долларов должен быть, как бы, капитал. Это 20% доля на привилегированной акции от 3 миллиардов долларов прибыли. То есть 20%, то есть прибыли должно быть 3 миллиарда долларов прибыли, чтобы 20% получить 60 миллионов, да. Теперь вы скажете, что у нас там же ведь несколько, у нас есть еще Анатолий Эдуардович Юницкий со своими такими же акциями, да. Но это отдельная история, давайте это сейчас пока не трогать и чтобы не запутаться. Для этого нужно выполнить заказов на 30 миллиардов долларов с прибыльностью в 10%. У нас прибыльность выше будет, но она будет на определенном этапе и за счет определенных вещей. Как Анатолий Эдуардович правильно говорит, мы не можем задирать прибыльность. Хотя это, в принципе, можно делать, но этим самым мы поднимем себестоимость проекта. Наш бизнес не в строительстве, наш бизнес в эксплуатации впоследствии, или вернее по ходу. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что даже не на этапе строительства пойдут дивиденды, а после того, когда начнется этап эксплуатации. В среднем каждый объект, его как бы, ну, продолжительность от 2,5 до 5 лет. Предположим, что в следующий год начнется тотальное строительство. Это 2017 год. Но оно начнется, да? Теперь основные дивиденды мы когда получим? Большие. Можете посчитать, да? 2,5-3 года. Таким образом. Но суммы вот здесь, 30 миллиардов долларов, это значит с прибыльностью 10%, мы получим сумму, с которой мы получим 600 миллионов долларов, что будет 20% от 3 миллиардов всей прибыли, да? Все остальное уйдет на то, о чем говорил Бабурин. То есть оно пойдет на развитие и так далее. Хотя, в принципе, акционеры могут еще и иные решения принимать. Сколько нужно построить или продать, чтобы получить, вот, скажем, эти 30 миллиардов оборот с прибыльностью, оборот 30 миллиардов долларов с прибыльностью 10%, чтобы получить эти 3 миллиарда прибыли на то, чтобы из нее получить 20% на привилегированные акции. Сколько нужно построить или продать? Три объекта по 10 миллиардов, это 30 миллиардов долларов. Теперь, объект, три объекта возьмем, просто возьмем три объекта. Это так, для наглядности. Теперь смотрим. Один километр стоит один миллион, ой, извиняюсь, 10 миллионов долларов. Таким образом, построить надо 3000 километров. Я взял достаточно завыше на 10 миллионов. Если вы внимательно относитесь к Кавей, то многие сейчас сказали, что Маслов тут нам говорит. Ведь у нас есть проекты от одного, двух миллионов на километр и до десяти. Да, дело в том, что не надо, давайте не будем лукавить. Ведь вопрос-то в том, что большинство трасс, скажем, выгоднее строить длинные трассы. С одной стороны. Но они дешевле. Но там может быть больше юнибусов. Выгоднее материально строить много городских трасс. Скорее всего, это и будет факт, что будут городские трассы очень интенсивно строиться. Но, взяв хотя бы даже вот этот проект, что 3000 километров, скорость строительства одного километра один день. Один день. При этом, значит, когда Анатолий Дарвича спрашивают, что как это один километр, как быстро можно построить. Но строить можно в нескольких модулей. Или, скажем так, в первую очередь, самое простое, навстречу начинать строить друг к другу, да, с одного или другого конца участка. А таких участков может быть много. То есть выбирается несколько участков, модулируется, на модуле разбивается, и на этих участках начинается навстречу. Ну, например, есть участков. Понятно, да? Таким образом, смодулировав, то есть параллельно строя целый ряд отрезков одной трассы, мы выходим на то, что достаточно быстро можно набрать эти 3000 километров. И достаточно быстро настроить. Потому что если так просто тупо считать строительство одного километра один день, пардон, нам надо строить с вами 3000 дней. Понятно, да? К чему я эту модульность заворачиваю сюда вам. Поэтому от этого зависит очень сильно возможность поступления. Будет запись вашего вебинара? Будет. Будет запись моего вебинара, друзья, Надежда из Братска. Вот, вы сможете там внимательно послушать. Потому что мне это ясно, я ее прожевываю, а на слух не так просто это уловить, потому что это надо просто переварить, посидеть, подумать. Если будут вопросы, задавайте их в чате, не стесняйтесь. Вот. И таким образом, я вас просто хочу вам сказать, что не надо строить иллюзии, дорогие друзья. Потому что надо быть откровенными в этом проекте. Проект очень выгодный. Ну просто супер выгодный, я вам скажу. Почему? Я был, недавно был в одном городе прибалтийском, не буду называть в каком. Вот. Мы опять обсуждали со специалистами там, значит, возможность удешевления или, скажем так, возможность использования ресурса Rail Baltic. Как я вам уже говорил, для многих это не новость. Строится, или вернее не строится, а ведется сейчас предпроектные работы по будущему строительству трассы типа Сапсан. То есть скоростная трасса до 250 км в час со скоростью движения поездов. Из Сталина до Берлина. Средняя такая, как бы, или европейская трасса. Вот. И проходя через одну из республик, там надо заехать, как бы, невыгодно через весь город тянуть эту трассу. Это достаточно большой город, миллионник. Вот. До вокзала там, или еще куда-то. И принято было решение по проекту, что эта трасса пройдет мимо, или, скажем так, коснется по касающейся города, и будет два, как бы, треугольник будет, выход от этой трассы отдельно в город, проход по городу, заход в аэропорт, из аэропорта опять обратно возвращение по кругу на стыковка с этой трассой сквозной, которая идет, там, Шауля и так далее, дальше через Польшу, Берлин. Вот. Лишних километров за счет захода в город более 50, 59,5 километров, условно говоря. К чему я это все говорю? Это говорю к тому, дорогие друзья, что очень выгодно участие в таких проектах. Вот. И получается, сейчас рабочая группа пришла к такому, как бы, это еще не решение, но цифры есть цифры, что не надо строить вот этой, по технологии, о технологии, пардон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...